здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами нестягин олег а сегодня мы рассмотрим иорданию и израиль покажу что на этот раз я интересного и необычного видел и давайте мы начнем с израиля нашел очень интересную фотографию в кратере рамон и дал я это метки название загадка для геологов этот карьер я уже показывал так вот здесь новая фотография появилась как такой в природе могло получиться как один из слоев мог поперек других стать и тем более посмотрите этот слой двойной фантастика не правда ли как такой природе получается дорогие ученые пожалуйста ответьте на этот вопрос если предположить то что в этом месте образовалась трещина а дальше она заполнилась магмой по типо дайки то почему от в этих местах мы видим пустоту и от примеру даже представить могу как такое могло получиться вот такая загадочка для ученых ну а кто не знает что это за кратер под названием рамон это огромная гигантская эрозийная впадина ученые также до сих пор гадает как могло такое получиться в природе как образовался такой гигантский кратер вернее даже эрозийная впадина посмотрите какая она размером да и в наше время до сих пор в этом кратере ведутся карьерные выработки но сейчас правительство вроде бы запретила разработку карьеров в этом кратере придала ему статус заповедника и сюда поехали туристы вот и смотрите длина по карте в среднем 32 метра до дальней точки 36 километров вернее метра говорю на шириной в среднем он 8 километров начале кратера находится очень странные образование идеально черного цвета некоторые из них похожи на небольшие пеньки сама структура состоит из вот таких вот призм как на фотографии написано то есть толчатая структура ученые вроде как говорят то что это все застывшая лава но так ли это на самом деле пускай каждый сам решает за себя вот такой кратер интересный с черными пятнами похож на легкие человеческие интересно что же это за черные пятна так ну ладно мы рассмотрели кратер давайте еще покажу такой же кратер но немного поменьше размером он находится в этом месте такая же впадина гигантского размера найти по моим ощущениям что здесь далеком далеком прошлом была просто гигантская гора которую или выработали или она провалилась сама в себя также этот кратер похож на гигантский отработанный карьер ученые говорят то что вполне возможно то что в этом месте под землей образовались пустоты вымыла водой это гора обрушилась сама в себя и получился вот такой кратер название этого кратера к сожалению я не знаю но выглядит он также необычно и удивительно давайте замерим линейкой размер этого кратера длина 13 километров ширина в среднем 5 и 3 такой кратер так ну и вы в израиле я еще обнаружил странные рисунки форме взлетной полосы да что-то похоже на схематическую взлетную полосу если детально рассматривать это не взлетная полоса это что-то нарисовано на земле а вот чем только не ясно может быть камнями выложены рядом ни одного строения нету круги какие-то странные на колеса похоже давайте также и линейки замерим размеры этого объекта два километра 145 метров а здесь один километр 450 метров километр 100 метров такие взлетные полосы странные что самое странное в этих взлетных полосах то что если смотреть исторические карты и перемотать до 1985 года они и восемьдесят пятом году здесь также какие-то странные то ли буквы то ли надписи что это такое если кто-то что-то видит напишите в комментариях что вы здесь видите буквы цифры может просто баг карты но смотрите с 85 года ничего не изменилось вот такая вот находочка под названием не ясно грязевой вулкан вулканчик грязевой интересно выглядит так ну давайте с израилем закончим посмотрим иорданию вордании обнаружил очень странные горы вот рядом с каждой горой небольшие отельчики то есть это самые необычные дома отдыхов наверное на всей земле нашей практически везде где бы мы не посмотрели мы увидим рядом с горой дом отдыха или кампусы как их тут называют то есть каждую гору в этом месте купили и оборудовали для туристов это пустыня считается по-научному вот в этой пустыне вот такие вот необычные горы как будто на другой планете посмотрите мостик интересный как люди еще не боятся по этому мосту ходить может в любой момент рухнуть но что не сделать ради хорошего селфи вот еще одна интересная гора с кампусом также в основном туристов серия тут такие вот домики или палаточки для туристов скорее всего высекли вот такую достопримечательность я думаю это новодел это четко видно я вам немножко попозже покажу древние наскальные надписи в этом месте это немножко попозже пока давайте полюбуемся этим необычным местом я специально для вас метки оставил чтобы не смотреть все посмотрим лишь самые интересные вот примеру как в этом месте слон смотрите какой каменный грибочек интересный на двух ножках такой слон интересный а сверху как будто бы каменным покрывалом накрыли эту геоскульптуру так слон посмотрели мост лицо очень много интересных фотографий вот здесь такое ощущение что что-то сплыло от высокой температуры фотография здесь мы горы понравились посмотрите как они фантастично выглядят и вот так работает воздушно-водная эрозия по крайней мере нам так ученые говорят что вся эта фантастику создала воздушно-водная эрозия так срез здесь меня также поразила фотография вроде везде воздушно-водная эрозия вот такие вот плавные формы здесь такое ощущение что он отвалился кусок но куда он тогда подевался снизу мы его не видим а срез ровный видно отчетливо древний текст здесь фотография перевернутая но если приглядеться на камни мы увидим какие-то надписи интересные вот в этом месте может быть конечно это новодел спорить не буду также можно рассмотреть и самолет который пролетает над этими горами самолет как видите не маленький след от него а это наверно одна из самых фантастических гор в этом месте как удивительно все выглядит посмотрите сколько ходов каверн какую-то губку похоже да и сами по себе горы посмотрите как сверху выглядит такое ощущение что они были каком-то жидком состоянии в далеком прошлом так и застыли вот такая форма получилась у них и это мы вверх смотрим сбоку я вам уже показывал как все это выглядит здесь если также более детально рассматривать мы увидим огромное количество рисунков вот к примеру как в этом месте посмотрите внимательно также я вижу людей изображены и и в этом месте а теперь представьте как они сюда добирались люди чтобы создать вот здесь вот рисунки по веревке сверху спускались или снизу какие-то лестницы подставляли смотрите насколько много здесь рисунков это надо лишь присматриваться еще одна интересная фотография а вот здесь если более детально рассматривать мы увидим как будто бы скалы обожженные почему именно вот в этом месте они черные похожи на обожженные оплавлены а снизу уже коричневые да я понимаю разность пород но вот в этом месте больше похоже на какое-то железо или оплав сама по себе скала очень странная вообще пустыня называется воде ром еще одни рисуночки это люди странные ступни ног нарисовали для чего-то до художники грибница в этом месте очень интересная скала на какой-то огромный гриб похоже фантастично выглядит не правда ли дорогие друзья стена а на этой фотографии мы видим какую-то пристроечку из блоков каменных булка еще одна интересная скала посмотрите какие они формы да всегда удивляюсь насколько богата на фантастические формы наша земля вот он еще один интересный срез везде вроде бы как бы воздушно-водная эрозия поработала я стала вот такие следы а вот в этом месте почему-то не стало работать какие-то следы то ли пиление не знаю кусок ровной стены да очень интересное ущелье хотел бы этот прогуляция недаром местные жители поняли куда туристов надо звать вот как видите туристы ездить не только морям отдыхать вот такие вот интересные фантастические места вот арочка интересная да везде скорее всего окаменевшая глина ну все мы фотографии смотреть не будем это займет очень много времени посмотрим лишь тем которые я отметил вот еще одна интересная гора на тесто каменное похоже которое взбухло ну а на этом я хочу закончить этот видеоролик надеюсь он вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч субтитры пусть